А можно ли своими руками сплести подставки для пасхальных яиц? Можно, если руки особенные. Да. Наташа Гармашевская, мы сегодня в гостях. Мы встретимся по плетению из бумажной лозы. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, спасибо за всю ту красоту, которую вы сегодня к нам принесли. Украсили нашу стойку. И, конечно же, покажете, расскажете, насколько сложно или, наоборот, легко заниматься вот таким плетением из бумажной лозы. Ну, самое главное, что это очень доступно. Потому что все это плетется из бумаги, которая, ну, очень, как-то сказать, доступная, опять же. И все просто. Делаются вот такие вот трубочки, которые впоследствии окрашиваются в нужный цвет. Что значит делаются? Это заготовки ваши? Да, это мои заготовки, но их также можно купить. То есть, если не хочется прям углубляться сильно, хочется что-то сплести, возможно, заказать на Валберис. Дальше, после того, как освоили маркетплейсы, а зоны Вайлдерс и Сбермаркет. Да, мы их обрабатываем лаком, замачиваем, и они у нас становятся гибкими. То есть, если вот это у нас очень твердое. Еще не подготовленное, да? Да, не подготовленное, то вот это у нас уже гнется. И получается такая спиралька. Хорошо. Дальше, с какой конструкции лучше начать, если для тебя это первый опыт плетения? Что самое простое? Ну, наверное, что-то такое вот с корзиночки. Ну, с корзиночки. Что-то несложной формы. Хорошо. Есть ли какие-то мастер-классы? Ну, вы же где-то, Наташа, учились сами, да? А в интернете очень большое количество мастер-классов. То есть, вообще, с чего начать? Может быть, форму какую-то взять, банку попробовать обвить, да? Вот, допустим, у нас есть баночка. Ничего сложного, просто идет плетение по банке. И вот такая красивая вазочка получается. Но мы вам верим, что ничего сложного, но вам сейчас докажете, правда же? Хотя бы чуть-чуть покажите технику, как, может быть, сделать дно, например, у той же самой вот вазы, да, или подставки для яиц. Ну, я хочу предложить попытаться сделать вот такую вот... Катенька, пожалуйста, можешь помочь. Я всегда предупреждаю, что все, что нужно делать руками, это не ко мне. Ко мне готовить и убираться. А вот это... Самое главное, что там нет пауков. Зато на мне всегда видно хорошо, легко это или просто. Если получилось даже у меня, значит, у вас получится абсолютно точно, вас я верю больше. У нас есть лапа. Ну, у меня две. У нас есть лаза со специальной, вставленной внутри проволочкой, она у нас гнется. То есть нам надо повторить форму вот этой вот лапы. А вот, Наташа, мне рассказали про эту еще одну способность. То есть в бумажку мы еще можем для упругости, да, вставить тоненькую проволочку. И просто выгибайте. На самом деле, хорошо поддается любому усилию. Выгибается достаточно нормально. Сказала я, и мне стало тяжело. Ну, Наташа, лапа уже готова, да? Ну, что-то вот такое. То есть мы просто, чтобы вы почувствовали... Когда я делаю что-то руками, да, всегда получается в конце что-то, ну, такое. Да, очень красиво у вас получается. Так, ну, лапка есть. Лапка есть. А теперь у меня есть заготовка. А теперь как это должно было быть на самом деле, да? Да, то есть есть заготовка, и как раз на этой заготовке мы сможем попробовать сплести узор. А это все цель для плетения, да? То есть у нас получается, да, у нас получается две лапки, которые мы делаем отдельно, соединяем и выводим стоечки. И вокруг этих стоечек мы делаем... Назовем его каркас, да? Наши, да? Каркас, стоечка, да. Берете. И перекидываем. Да, и перекидываете. И у вас получается плетение. Слушайте, я же обещала, если у меня получится, то это точно легко. Да? Вот сюда? Нет, подождите. Вовнутрь? У нас идет... Ничего не получится. Нет, у нас идет веревочка, то есть по очереди. А, теперь вот эту перекидываем? Да. Сюда. И придавливаете. Все. И у вас все хорошо. Насколько эти конструкции долговечны и долги в использовании? Можно все ими делать? Вот такие. Они потом обрабатываются лаком, подсушиваются, обрабатываются лаком, высыхают, их можно мыть, на них можно проливать что-то, пачкать. Поэтому, и у нас после того, как они засохли, если у нас что-то перекосилось, у нас внутри проволочка, мы можем поправить, подогнуть, и у нас будет стоять. Что самое необычное вы делали с помощью такой техники? Вот прям, может быть, что-то большое. Что-то большое я делала с сундук, но делают и мебель, делают и комоды, шкафы, полки, всевозможные, то есть все, что угодно. Сколько времени занимает одно изделие, если мы говорим про что-то среднее, ну, например, там, базовая вот эта шкафовочка? Ну, если у нас заготовлена уже лоза, то на это, ну, час, наверное. Час? Часик уйдет. Вместе с ручкой, да? Вместе с ручкой, ну, не спеша. Да, Наталья, вот у нас все здесь, то, что стоит представлено, это из бумаги. Я к чему спрашиваю, потому что наверняка же есть какой-то аналог в виде пластика, да, там, или еще чего-то, ну, небумажного, да? Часто встречают даже в тех же магазинах какие-нибудь подставки, там, под салфетку, не знаю, под хлеб. Здесь у нас все из бумаги, да, только вот закрученная в трубочку. Причем, что тоненькая бумага, не та, которая у нас для принтера, более тонкая, она доступная по цене и очень, ну, красиво из нее все получается. Скажем, да, так, наверное, ну, такая, необработанная. Ну, некоторые мастерицы плетут даже из газеты. Детям можно предложить такой интерактив, мастер-класс? Конечно. Получается у малышей? Да, да, ну, не совсем у маленьких, но если помогать, у вас же получилось? Ну, нет, я бы вам не сильно близко не показывала, что тут у меня получилось, в принципе. Короче, у вас не получится, товарищи. У вас все получилось. Нет, Кашульчик сказал, если у нее не получится, у вас не получится, поэтому не пытайтесь, не пытайтесь. Лучше вот к Наталье обратиться. Я еще заметил, что мы можем не только украсить, да, но и подсветить, правда же? Тут фантазия насколько богата, тут можно до бесконечности, правда же? Если фантазия не работает, всегда работает интернет. И можно всегда посмотреть, напитаться творчеством других людей. И попробовать реализовать. Попробовать реализовать и добавить что-то свое. Да, и еще вопрос, Наташа, а делаете ли вы из вот этой бумажной лозы головные уборы? Всякие кепи до панамы? Нет, я делала сумку, делала рюкзак, ну, просто не было еще потребности делать шляпку. Ну, может быть, я к тому говорю, что если делать головной убор, то его обязательно нужно будет лаком пропитывать, чтобы дождь не размочил составляющие. В любом случае надо пропитывать лаком, покрывать лаком, чтобы эта конструкция была очень надежной. Если вы еще не подготовили декор дома к Пасхе, то задумайтесь, может быть, вот такой небольшой мастер-класс не только удовольствие вам подарит, но и красоту в доме.